Всем привет, снова Айсай. Сегодня у меня будет необычное видео, где я буду красить, делать радужный макияж и говорить его на важные темы. Потому что, как вы знаете, в мире идут сейчас протесты по поводу убийства Джорджа Флойда, а также июнь — это месяц прайда. Ну, прайда. То есть ЛГБТ-комьюнити празднует какие-то достигнутые свободы и борется с дискриминацией по сексуальной ориентации, проводит гей-парады, всякие просветительские мероприятия. И также давайте поговорим о феминизме, потому что нет-нет, да среди моих друзей кто-нибудь что-нибудь такое ляпнет, вот, и ты думаешь, блин, ну ты вообще, конечно, просто какое-то вот снисходительное отношение к женщинам, и чувствуется, что человек не считает, что женщины и мужчины равны абсолютно. Я знаю, что многие считают, что там бьюти-блогеры должны своим делом заниматься, там вот они красятся, пускай красятся, и вот свои политические взгляды как-то не нужно показывать. Ну, я считаю наоборот, что вот какие-то бьюти-блогеры своими публикациями заставили меня заинтересоваться в этом вопросе расовой дискриминации, я там погуглила и вообще просто офигела от того, что в мире творится. И если кто-то там, не знаю, 100 человек посмотрит мои видео, и даже один задумается и как-то постарается со своей стороны поменять что-то к лучшему, то для меня это вообще вот такой результат, и я этому буду очень рада, и цель этого видео будет достигнута. Вот. А сегодня мы будем делать радужный макияж. Я как-то делала уже такой радужный макияж, смотрела туториал Клои Морелло, я поставлю ссылку на её видео, и давайте будем повторять. Я не знаю, как буду краситься и разговаривать, потому что у меня мозг не многозадачный, к сожалению. Я пожила в двух разных странах, в России и в Австралии, у меня есть какой-то опыт, который я могу сравнить по поводу... Так как я женщина, плюс я ещё отношусь к меньшинству, ну, то есть к национальному меньшинству, то есть я калмычка, а калмыкия — это народ не очень большой численности, и вообще в азиатов в России не так много, и многие русские, они даже, ну, как бы не в курсе, что вот как бы есть пара азиатских республик. Я даже сама не знаю все азиатские республики, я вот знаю Калмыкию, Бурятию, Туву, вот, может, ещё какие-то есть, я тоже географию очень плохо разбираюсь, могу какие-то свои истории рассказать из прошлого по поводу гендерного равенства и по поводу расовой дискриминации. Давайте начнём сразу с дискриминации. Ну, чуть-чуть у меня не было никаких прям супернегативного опыта в Москве, когда училась, то есть я в 17 лет приехала учиться в университет, и как-то ко мне более-менее окружающие относились, но я, честно говоря, просто когда хожу по улице, я всегда в наушниках, вообще всегда в наушниках, я даже не знаю, может быть, как-то я, ну, никогда не смотрю в лица людям, и я не знаю, может, кто-то на меня так смотрел как-то не так косо. В метро точно косо смотрели, и вообще один из её бабушки вступил в место, она что-то начала бурчать по поводу, что вот там понаехали траля-ля, вот, я вообще просто в шоке была. И был ещё случай, когда мы пошли в университет, я пошла к своей подруге, она тоже калмычка, и она мне показывала свой университет, и мы что-то подзадержались, было уже поздно, и гардеробная закрывалась, и вот эта женщина собиралась уходить, и тут мы её поймали, говорим, типа, можно мы свои куртки заберём? И она тоже что-то там сели, понаехали, там, траля-ля, она начала, короче, говорить, женщина работает в гардеробной в университете, где учатся люди разной национальности, и меня это просто тогда убило, конечно, вот, но я училась в Рудене, это Российский университет дружбы народов, поэтому у нас там куча всяких разных людей разной национальности было, и вообще по поводу дискриминации, ну, не было таких вопиющих случаев, кроме случаев, которые происходили со стороны преподавательского состава, у меня было, у меня было две подруги мусульманской религии, и они, одна была из Азербайджана, одна из Дагестана, и вот по отношению к ним, вечно какие-то там, когда экзамены мы сдавали, вечно их там, не знаю, чморили, из-за того, что они вот из Кавказа, хотя Азербайджан, по-моему, к Кавказу не относится, ну, в общем, я не знаю, но как бы они выглядели, да, ну, вот, как девушки кавказского, кавказской национальности, фамилии у них были соответствующие, у них вечно какие-то вот проблемы там с сдачей были, и потому что, ну, как бы существует такая традиция, да, вот в кавказских семьях, что девушки, если они там врачи, то это большой почет, уважение, и там замуж даже быстрее возьмут, потому что они врачи, и многие родители, они шлют своих бедных дочерей, которые вообще не хотели себя видеть врачами, не хотят работать врачами, просто шлют университеты, и там им приходится учиться, и поэтому, ну, может, они как бы не особо стараются, есть какой-то такой стереотип, что все вот там кавказские девушки и там, ну, как бы не хотят быть врачами, не хотят учиться там, и поэтому их там во время экзаменов ставят какие-то не очень хорошие оценки, и даже, ну, смотрят просто, даже особо не слушают на экзамене, сразу там три или там два, или, короче, все, иди на пересдачу, вот, а многие еще преподаватели, они реально просто ставят двойки, сразу видят там, как, ну, девушка с Кавказа, там, мужчина с Кавказа, в смысле, парень с Кавказа, и такие сразу на пересдачу, а там потом у них, берут у них денежку, значит, за экзамен, и вот так процветает коррупция, по крайней мере, в Рудене вообще, вот, ну, очень коррумпированный университет. Кстати, я вот не знаю, ну, вы мне там напишите в комментариях по поводу коррупции, да, это, ну, как бы, как... я до какого-то времени вообще даже не знала, что, в принципе, можно подать, ну, как бы, то, что можно обратиться в милицию, и это уголовно наказуемое преступление, даже если, там, профессор взял взятку, вот, потому что у нас как-то какого-то профессора по анатомии замели прямо во время то ли экзамена, то ли просто занятия его забрали, короче, и я тогда подумала, блин, о чём можно было, чё так можно было, я не знаю. Ну, в общем, ко мне не было каких-то, ну, меня не требовали, не меня не валили на экзаменах, они требовали у меня взятки, вот, и я просто почему-то имела очень умный вид, и потому что я училась как-то, я в какой-то момент поняла, что у меня вообще медицина, это не моё, я не хочу быть врачом, но при этом, не знаю, может, потому что я азиат, они думают, все азиаты умные, это тоже, кстати, стереотип, а это тоже плохо, не нужно вообще никогда обобщать представителей национальностей, ну, я как бы без проблем отучилась, не давала никому взятки, вот, но было такое дело, да, плюс ещё часто там бывали какие-то футбольные матчи, я помню свой страх, я вот иду в метро, да, сажусь и думаю, блин, боюсь, вот вижу всех этих людей в шарфах, короче, там, Спартака, и думаю, блин, вдруг они, сейчас им как-то не так посмотришь на них, и они тебя убьют, ну, потому что были такие случаи какое-то время, прям, ну, сейчас, мне кажется, гораздо лучше с этим в Москве, вот, ну, вообще убивали людей и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге, короче, и много было агрессии со стороны футбольных фанатов по отношению, там, к мигрантам, вот, и когда мне говорят в России, да, типа там, ну, то есть я вот запостила картинку, ну, чёрный фон, да, и то, что там Black Lives Matter, и многие люди, у них какая-то реакция, во-первых, мне поставили очень мало лайков, ну, ладно, как бы всегда лайков больше ставят там, где есть лицо человека, вот, но всё равно некоторые написали, типа, да что-то, ну, как-то вот отношения серии, да, было, что либо кто-то мне даже написал, там, какие-то теории заговора, что это всё на самом деле, ну, с расовой дискриминации не существует в Америке, там, вообще это всё просто было подготовлено какими-то, там, политическими оппонентами Трампа, и, короче, какой-то бред начали нести, вот, кто-то мне говорит, что, типа, у нас в России вообще нет никакой расовой дискриминации, я вам скажу, что есть, и она прям очень выражена со стороны, как бы, и русских, и со стороны всяких национальных меньшинств, да, и как, и если бы у нас были там люди, если бы у нас были чёрные, то и к чёрным была бы расовая дискриминация, я вот даже не сомневаюсь в этом. Если вы мне говорите, что расовой дискриминации нет, я вот думаю, вы представьте, вы бы пришли к родителям и привели бы свою чёрную девушку или чёрного парня, как бы они к этому отнеслись, и большой плюс вашим родителям, если бы они к этому относились нормально, потому что даже мои родители, они вообще, у них нет какие-то, они не расисты, но у них какие-то очень такие застарелые взгляды, то есть они вообще не прогрессивных взглядов люди, и они мне как-то, по-моему, даже сказали как-то, что вообще, как бы, нам всё равно, кто будет твой муж, да, но главное, чтобы, типа, не чёрный, потому что мы не хотим чёрных мучать, это я просто вообще офигела тогда, говорю, блин, ну вы чё, не знаю, я надеюсь, что мне это приснилось как-то, вот, но мне кажется, может, было такое, ну, я понимаю, почему у них такое было, потому что у нас в соседнем доме жила девочка, она была мулатка, вот, и папу почему-то, ну, то, что я никогда не видела, и её там, бедную, чуть ли не пальцы в неё тыкали, и вообще, мне кажется, её обижали, она никогда, ну, я никогда не видела её с детьми играющие, всегда она там с родителями, там, качалась на качелях или там как-то, вот, и, ну, по крайней мере, пока она была маленькая, я надеюсь, когда она подросла, смогла за себя постоять, и у неё как-то появились друзья, ну вот, ну, я её как-то, ну, я понимаю, почему они мне так сказали, не только потому, что они там расисты, просто потому, что просто чёрным внучатом, мне кажется, в России и в моей республике было бы не в России, моей республике Россия, моя республика — это часть России, кстати говоря. Так, ну, ещё какие там по поводу расового неравенства, вот, не знаю, я вот переехала в Австралию, да, во-первых, у меня никогда не было ни одного раза, да, когда меня там как-то криво посмотрели, вот, или как-то выразили недовольство, что я там азиатской внешности, или там понаехала в Австралию, при том, что здесь очень много китайских эмигрантов, и есть какое-то к ним не очень хорошее отношение, вот, потому что они приезжают, ну, как вы знаете, да, в Китае, не очень круто жить, и они все такие состоятельные китайцы, стараются свои деньги вывозить потихонечку в тайком от партии, от компартии, и покупают там всякие недвижимость за границей, ну, так же, как богатые там русские олигархи, вот уже. И вот им приглянулась Австралия, и цены на квартиры в Австралию очень сильно полетели вверх, поэтому австралийцы на самом деле особо не жалуют китайцев, вот, и просто огромное количество китайских студентов учатся в Австралии, и китайцы, они такие, они, короче, любят приносить свои порядки, там, то есть в университетах тоже очень много, какая-то коррупция немножко начала процветать, потому что в Австралии вообще с коррупцией, ну, как бы норм, вот, а в университетах, потому что эти богатые китайцы начинают свои порядки ставить, там, как-то дискриминируют австралийских студентов, вообще там не все хорошо, и даже при этом ко мне вообще никогда не было никаких, ну, никогда австралийцы ко мне плохо не относились, и даже когда они узнают, что я из России, а Россия с Австралией как-то не особо дружит, честно говоря, вот, все равно у них какое-то восторженное любопытство, такие, типа, о, из России прикольно, и начинают там что-нибудь такое, какой-нибудь, как всегда, голливудский стереотипный период нести по России, но вообще отношения скорее положительные, чем отрицательные, вот, поэтому со стороны австралийцев я никогда никакой дискомбинации не ощущала, и наоборот даже, вот, я думаю, если бы женщина из Узбекистана, которая без профильного образования, да, даже с дипломом университета Узбекистана приехала бы и попыталась устроиться куда-нибудь в Яндекс, взяли бы ее или нет, потому что меня взяли в Зендеск, это очень крутая, крупная компания, кстати, они сделали вот эти, я была на Прайде два раза на гей-параде, вот, и они нам сделали такие очень клевые футболки, вот, с логотипом компании, и вообще такая очень прогрессивная организация, они участвуют там в гей-парадах, всегда там какие-то просветительские такие мероприятия устраивают для сотрудников, как там избавиться от этих всяких джендер и, ну, этих всяких гендерных, расовых предрассудков, вот. Короче, очень клевая компания, и меня сюда взяли вообще без проблем, я вот думаю, а девушку из Узбекистана взяли бы в Яндекс или нет? Вот, и, ну, как бы я сравниваю Россию и Узбекистан, на самом деле, как бы там по ВВП, мне кажется, Австралия от России так же далеко, как Россия от Узбекистана, вот, так что, ну. Потому что в Австралии есть тоже, существует дискриминация к аборигенам, ну, то есть к коренным жителям Австралии, когда вот английские колонисты приехали и, короче, поубивали всех этих аборигенов бедных, забрали их в земли, вот. И, короче, сейчас они живут в основном в северных штатах, они, конечно, вольны жить, где хотят, вот, но им государство платит пособие, да, то есть как в качестве извинения за то, что вот было сделано, то, что у них забрали их в земли, вот. Но все равно они уже не могут жить жизнью, которой они жили до колонистов, вот, и им тяжело приспособиться, и плюс еще есть дискриминация, вот. Вот, поэтому они живут не очень хорошо, и сейчас вот эти все маши начали, опять всклыхнули все эти разговоры, а в России такого почему-то не происходит, они, ну, как бы, не знаю, не признают люди, что есть дискриминация в России, как я понимаю. Вот, давайте поговорим про дискриминацию по сексуальной ориентации. Многие люди говорят, да, типа, да нет, в России никакой дискриминации по сексуальной ориентации, но при этом у нас есть закон, да, о запредь пропаганде, пропаганды гомосексуальной ориентации перед детьми, и он так очень странно, и там нет каких-то четких определений, да, поэтому люди могут трактовать, как они хотят, и за счет этого многие, как бы, многие представители ЛГБТ-комьюнити, они пострадали, и также сейчас хотят вести закон, там, где, ну, гомосексуальным парам не разрешат усыновлять, удочерять детей, и вот этот ужасный ролик вышел, там, где вот эта гомосексуальная пара усыновляет ребенка, вот, и он уже реально разжигает просто ненависть к ЛГБТ-комьюнити, поэтому я подписала петицию, и тоже, если вы... Ну и вот, когда сейчас будут носить поправки в Конституцию, вышел ролик, там, где он реально разжигает ненависть к ЛГБТ-комьюнити, там, про гомосексуальную пару, которую хочет усыновить ребенка из детского дома, и можно подписать петицию, чтобы этот ролик сняли, вот, я ее подписала, я оставлю ссылку в описании профиля, вот, пожалуйста, если вы поддерживаете мои взгляды, тоже ее подпишите, потому что это вообще просто что-то с чем-то, и я считаю, что ребенку нужен дом, вне зависимости от сексуальной ориентации родителей, вот, это во-первых, во-вторых, ну, как бы я всегда хорошо относилась к ЛГБТ-комьюнити, даже будучи, даже живя в России особо, ну, у меня было много знакомых лесбиянок, но геев как-то вообще не было, и когда я переехала в Австралию, сейчас у меня, ну, то есть в России у меня не было даже знакомых геев, которые, потому что они себя боялись идентифицировать как геи, у меня были какие-то догадки, что, может быть, они геи, но только будучи в Австралии, да, ну, реально вот сейчас люди просто, я знаю точно, кто гей, кто нет, потому что люди этого не скрывают, вот, и поэтому это тоже очень грустно, и вот пожив среди большого количества представителей ЛГБТ-комьюнити, я вам скажу, что они вообще абсолютно нормальные, адекватные люди, не педофилы какие-нибудь, как там пытаются средства массовой информации в России это все показать, вот, нормальные, как бы, ну, и даже в фильмах, да, там смотришь, они все время показывают геев какие-то гиперсексуальные, какие-то пати-анимал, вот, а на самом деле, блин, ну, как бы там есть такие веселые люди, да, которые там любят тусоваться, есть такие обычные там интроверты, и вообще просто все те же самые виды, типы личности, которые есть у гетеросексуальных людей, то же самое есть у ГБТ-комьюнити, и вообще есть разные тихие, спокойные и веселые, и нет, и люди плохие тоже есть, конечно, же, как и, ну, как и среди гетеросексуальных людей, то же самое, вот, я не говорю, что все-все геи, все лесбиянки, все очень крутые люди, ну, как бы, есть плохие люди тоже, но вообще абсолютно нормальные, адекватные люди, и у меня просто в голове не укладывается, как можно, да, как-то их там дискриминировать, там, как-то пытаться их вылечить, как бы вы видели кого-нибудь, кого вылечили вот от гомосексуальности, и реально, человек был здоровый, веселый, прожил нормальную жизнь, там, завел какие-то гетеросексуальные отношения, был в них счастлив. Во всех странах, во всех странах абсолютно, людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией всегда притесняли, и это очень грустно, да, и самый вопиющий, один из самых вопиющих случаев, да, когда, вот, ну, знаете про Алана Тюринга, время Второй мировой войны, он работал на правительстве Великобритании, они там хакнули код Энигма, и с помощью своих действий, да, могли перехватывать и расшифровывать послания нацистов, и, короче, помогли выиграть Вторую мировую войну, и спасли много жизней, вот, и Алана Тюринг был руководителем этого шифровального агентства, и его после войны поймали на связи с другим молодым человеком, и их, короче, осудили, он прошел химическую контракт, он прошел химическую кастрацию, то есть ему пришлось пить женский гормон, у него выросла грудь, он стал импотентом, вот, и представляете, человек, который спас там, ну, то есть это агентство, все, ну, по таким грубым расчетам спасло, помогло спасти два миллиона жизней, да, этого человека просто кастрировали химически, и потом он в итоге покончил жизнь самоубийством через несколько лет после своей кастрации, и как бы вот, что всем стало жить лучше, да, это очень грустно, и благодаря Алане Тюрингу он был прощен королевой, и все люди, которые были осуждены за вот преступления, будучи гомосексуалистами, они все были тоже прощены короной, вот, и такого, например, в России, ну, то есть во время СССР и вообще и до этого гомосексуализм считался преступлением, и, короче, он карался сроком, да, тюремным, и вот эти люди, они не были, несмотря на то, что отменили вот этот закон, да, то, что их, ну, то, что считается преступлением, все равно люди не были прощены, да, вот те, которые были до этого осуждены, и это как бы, ну, не знаю, тоже мне очень грустно с этого. Говорила, не знаю, мысли скачут сегодня вообще снова другое, и как бы, я не говорю, что не только в России преследовали гомосексуалистов, это было везде, просто, ну, какие-то страны поменяли, да, свои взгляды, и сейчас нормально относятся к людям, несколько дискриминируют их по сексуальной ориентации, в Австралии реально очень, ну, то есть легализовали однополые браки, да, это случилось, к сожалению, довольно поздно, но все равно это случилось, и в Мельбурне, да, и особенно в моей компании, я никакой дискриминации не вижу совсем абсолютно, у нас постоянно какие-то есть семинары проводятся, добровольные причем, ну, как бы, можно не участвовать, вот, в том, как разговаривать с людьми недрадиционной ориентации, как их случайно не обидеть ненароком, вот, и я сейчас раньше, ну, как бы, раньше я не очень понимала, почему, ну, говорят, не парень-девушка или, там, муж и жена, а партнер, вот, а сейчас сама говорю, и для меня это настолько органично, да, то есть мы, потому что, вот, был как-то у нас семинар, и там была женщина, она такая очень феминная, и у нее есть ребенок, и люди, глядя на нее и знают, что у нее есть ребенок, начинают сразу говорить, типа, а что там, муж, там, тря-ля, а она, ну, как бы, она жената на другой женщине уже очень давно, и у них там был, как бы, донор спермы, и они завели ребенка, и, то есть, ну, там, вообще мужем никаким не пахло, да, ей как-то, ну, она говорит, что меня это не сильно волнует, но вообще, конечно, не очень приятно, вот, и она старается сразу, там, знакомиться, там, называть имя своего партнера, и чтобы все знали, чтобы, ну, что это женщина, а не мужчина. Я не хочу обижать, я знаю, что у меня, ну, компания, очень много хороших людей, и тем, что я, там, слегка корректирую свои слова, и я них не обижу, для меня, ну, этого достаточно, чтобы, ну, перестать, там, говорить так, ну, перестать говорить, там, boyfriend, girlfriend, вот, и говорить партнер. Еще хотела сказать по поводу, там, фильмов, да, иногда я помню, кто-то, там, из моих знакомых возмущался, что сейчас идет такое течение, да, когда, там, женщин делают главными героями, там, когда какие-то фильмы с мужским составом полностью переделывают, там, женского, переделывают фильмы с женским составом, типа, там, охотников за привидениями, да, или, там, когда сняли, вот, Wonder Woman, да, Чудо-женщина, когда, ну, супергерой, главный, это женщина, вот, а я считаю, это очень важно, потому что ты в детстве смотришь, да, и все крутые герои, они все мужчины, и себя чувствуешь какой-то немного ущербный, думаешь, что, а что, почему, ну, это на подсознательном уровне как-то, что ты какого-то, ну, пола, который слабее, какой-то не такой умный, и прочее, прочее. И даже фильмы, например, смотришь про программистов, да, ну, кто вот в кино программисты, там, хакеры, там, вот это все мужики, и одна, там, суперкрутая Анжелина Джоли, там, Матрица тоже, и все мужики, и одна, там, суперкрутая Тринити, вот, и ты даже себя не ассоциируешь с этими героинями, и не ассоциируешь с этими героями, и ты даже не думаешь, у тебя в голове не появляется мысль, что, может быть, я могу быть программистом, потому что в фильме и во всех книгах программисты — это мужики, и как-то вот даже в голову мне никогда не приходила идея о том, что, может быть, я буду программистом, вот, Но я смотрела, например, «Скорую помощь» и «Секретный материал», и там мои любимые героини были врачами, поэтому это точно, 100% повлияло на моё решение быть врачом. А если бы я смотрела фильмы какие-нибудь с главными героинями, женщинами, которые были программистами, я бы, ну, скорее, может быть, стала программистом, потому что я всегда любила компьютеры, и это бы мне сохранило мои 8 лет жизни, а, 8 лет жизни, 6 лет жизни, когда я там училась в медиа. И в итоге поняла, что это не моё. И то же самое по поводу чёрных героев. Были какие-то там вечно воняния в России по поводу, что кому-то там дали Оскар, потому что он чёрный, или там главных героев сделали чёрным. Ну, представляете, если ты, например, чёрный мальчик или чёрная девочка, вы растёте, и у вас нет каких-то ролл-моделс, да, леглевых моделей, которые, ну, на экране там главный герой, они чёрные, и они там достигают успехов, учатся хорошо, там, не знаю, просто супергерои, да, и вы на них равняетесь, растёте, вот, а таких героев просто нет. И поэтому я считаю, что очень важно делать такие фильмы, и очень важно праздновать успехи. Вот тоже была ситуация, когда вот там выиграла, по-моему, в Канаде женщина-бориста, первый раз выиграла чемпионат-бориста, и один из моих знакомых, он, короче, репостнул, сказал, да какая разница, с какого она пола, зачем это подчёркивать, вот, я тоже раньше так думала, но потом поняла, что важно подчёркивать, потому что в России у нас так сложилось, что много чемпионов-бориста, вы даже не знаете, что есть чемпионат к приготовлению кофе, но это большое, на самом деле, большое дело для-бориста, вот, и многие женщины в России выигрывали чемпионат, то есть там была серия просто вообще, там, не знаю, 10 лет подряд женщины выигрывали чемпионат-бориста, и у нас не было такой проблемы. Но поэтому вот я, например, когда работала борист, у меня не было каких-то сомнений по поводу участвовать в чемпионате или нет, потому что я вижу там столько крутых, талантливых женщин-бориста, что я всегда участвовала в чемпионатах, и это важно праздновать, потому что кто-то там увидит, да, в инстаграме, что женщина выиграла чемпионат-бориста, И какую-то девочку-борист это подтолкнет, потому что она может участвовать тоже и, может быть, выиграть, да, потому что у кого-то там получилось, и вот, например, я тоже стала программистом, да, и многих вот моих знакомых девочек это подтолкнуло, начать изучать код, потому что они увидели, что у меня получилось, и тоже как-то вот, ну, когда ты видишь пример, не так страшно начинать, вот. Вот, поэтому я говорю, это важно подчеркивать успехи, там, людей, ну, меньшинства, да, там, женщин в какой-то там определенной профессии и всяких там, и людей, как это называется, неотитульной национальности, вот, тоже. Так, и еще какие? А еще, помните, было письмо по поводу феминизма, было письмо в Гугле, да, там сотрудник Гугла написал, что зачем, типа, вот, ну, всячески проталкивать женщин, да, на всякие позиции, пытаться увеличить, там, процент женщин-инженеров, да, в Гугле, ну, что, типа, женщины, они генетические, там, предусмотрелся расположены к тому, чтобы там больше общаться с людьми, да, вот они, вот, типа, там, что они просто более, там, лучше, как им импаты, что у них не такой инженерный склад ума, что он там приводил примеры, что вот женщины-шахматисты, да, в своей там категории, потому что они не могут соперничать с мужчинами-шахматистами, что там ученых мужчин гораздо больше, чем ученых женщин, и я вот читала это письмо, и раньше я думала, блин, ну, наверное, он прав на самом деле, вот, а потом, сейчас работая, да, в своей компании и видя очень много крутых технических лидеров женщин, и они реально по мышлению, да, по аналитическим способностям ничем не уступают мужчинам, я поняла, что это просто какой-то бред, что, да, меньше, например, ученых женщин, но, блин, женщины и голосовать-то им разрешили не так давно, да, и учиться в университете тоже не так давно, вот, и если даже меня воспитывали, да, например, с... я вот всегда думала, что математика, например, не для девочек, ну, преподаватели-то часто говорили как-то, что, типа, ну, математика, типа, не для женщин, вот, и там моя подруга, да, пошла в МГУ в Мехмат, и она там была, там было две девочки, что ли, на поток, вот, то есть, если бы не было этих гендерных предрассудков, мне кажется, женщин было бы гораздо, ну, женщин-ученых, женщин-инженеров было бы гораздо больше, просто за счет гендерных предрассудков, даже сами девочки, они это подсознательно верят, да, что у них может не получиться, и они не идут в эти технические направления, мне кажется, в будущем мы увидим, что процент женщин, да, в инжен... женщин-инженеров, женщин-ученых повысится. Так, ну, как бы, блин, уже солнце зашло, не знаю, надо, наверное, включить свою лампу, а я сейчас завершу макияж глаз, и нанесу тональный крем, и вернусь к вам. Вот мой завершенный макияж, мне нельзя разговаривать и краситься одновременно, потому что какой-то у меня сумбур, наверное, получился вместо связанной речи, но я надеюсь, я смогла что-то до вас донести, свою точку зрения, что да, есть такая проблема и с расовой дискриминацией в России, и дискриминация людей с непрадиционной ориентацией, и даже гендерное неравенство тоже присутствует. И, ну, для себя я решила, как я могу помочь, что я, ну, пожертвую денег на фонд ЛГБТ-комьюнити, который организует горячую линию поддержки, там, где предоставляется психологическая помощь и легальная какая-то помощь для людей с непрадиционной ориентацией. И если вы знаете какие-то фонды поддержки, поддержки скоренения расовой дискриминации в России, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях, я тоже постараюсь кинуть, постараюсь пожертвовать какую-то сумму. Также я подписала петицию, чтобы убрать этот ролик с гомосексуальной пары, которая усыновляет ребенка из детского дома, вот, потому что это вообще ни в какие ворот, конечно. И, ну, если вы не можете пожертвовать денег, не хотите подписывать петицию, то просто хотя бы будьте добрее к друг другу. Если вы любой национальность кого бы ни были, там, калмык, русский, дагестанец, просто понимать, ну, мы же все не такие разные на самом деле, мы все одного хотим, мы хотим счастья, здоровья, близким себе, окружающим, мира и спокойствия, и чтобы там, ну, наша страна процветала, и все хотят мира, вот. И старайтесь не обобщать людей по, там, не знаю, по каким-то их признакам, и относитесь к ним так, как хотели бы, чтобы они относились к вам. Еще 30 июня выходит фильм про геи в Чечне от компании HBO. Мне очень интересно его посмотреть, потому что у меня сослуживцы тоже спрашивают насчет, а это правда то, что вас там геи в Чечне убивают. Мне нечего сказать, потому что я никогда не была в Чечне, не знаю, что там происходит, вот, но вообще я не могу исключить вероятность такую. Ну, это очень грустно посмотреть, как в Австралии, да, там люди начинают там возмущаться из-за того, что кто-то сказал, что предположил, что у девушки там бойфренд, хотя она лесбиянка, и у нее, ну, как бы, жена есть, и надо было сказать партнер, вот, а у нас там в нашей стране убивают, да, вообще геев просто из-за того, что они геи, и как бы, блин. У меня была еще мысль, там, как бы, запустить радужный тег, так сказать, то есть, и делают радужный макияж, да, и стараются как-то пожертвовать какую-то сумму фонд ЛГБТ-комьюнити, вот, и стараться как-то донести до наших, нашей аудитории, что, ну, вот, есть такие проблемы, да, и хотя бы сказать всем своим зрителям, что, блин, ну, пожалуйста, будьте добрее друг к другу. И, конечно, у меня вообще никто не смотрит, и никто меня не поддерживает, но я знаю, что у Наталины скоро выйдет видео в поддержку ЛГБТ-комьюнити, потому что, реально, вот, она единственный блогер, который, вот, поддерживает, да, их. Ну, вы, конечно, можете меня поддержать и сделать радужный макияж, пожертвовать какую-то сумму денег, подписать петицию, или просто постараться как-то выразить свои взгляды на эту тему, вот. Я вас не прошу меня отмечать нигде, я не ищу такого пиара, и это видео не для этого снимала, вот. Ну, или, может быть, у вас есть какие-то мысли по поводу того, как эту ситуацию изменить, вы мне, пожалуйста, комментарии напишите, я, ну, стараюсь все прочитать и как-то отреагировать на все это. Ну, не знаю, что еще можно сделать. Сейчас принимают правки в Конституцию, я пойду проголосую против, потому что там один из пунктов, там много есть каких-то очень странных пунктов, и один из которых, там, брак — это союз между мужчиной и женщиной, да, и там вот гидка с гомосексуальной парой, типа вот то, что вот мы не приняли поправки Конституции, и вот что вышло в итоге, вот. Есть хэштег «Да, выберу», и вы можете его тоже поставить, поддержать то, что, ну, я как бы не против такого будущего. Пусть у детей будет дом, да, какая разница, какой ориентации у них родители, вот. И, в общем, пишите мне свои идеи, как помочь. А у меня на этом все. Пока.